Меня зовут Андрей Беспятов, я управляющий директор инвестиционного банка Dragon Capital, являюсь директором аналитического департамента, нахожусь и работаю здесь уже порядка 20 лет. На протяжении всех этих лет мы все время инвестировали в наших сотрудников, а квалификация CFA была одним из приоритетов, так как мы работаем с инвестициями и финансами. Мы видим в нем знания, мы видим в нем подтверждение высокой обучаемости наших сотрудников, что в нашем мире это критически важно, и мы видим также, что в принципе это доверие, потому что в CFA очень важна этическая составляющая. Когда к нам приходят люди, если по профессиональным признакам необходима эта квалификация, мы им конечно же это предлагаем, потому что они становятся более конкурентоспособными внутри нашей компании, они становятся более интересными специалистами на рынке Украины, но что в случае CFA еще интересно, что глобальный сертификат, он в принципе интересен и конкурентен в мировом масштабе, то есть человек в принципе становится конкурентным здесь и там. Мы стимулируем каким образом, мы оплачиваем обучение, мы оплачиваем, когда человек сдал, потому что иногда люди бывают настолько занятые, что просто не хватает времени подготовиться. Добавили небольшую мотивацию, сдал, компания тебе профинансирует твое образование. Более того, мы оплачиваем ежегодный членский взнос, причем исключения из этого правила за эти 20 лет никогда не было, то есть не во время кризиса восьмого-девятого года, не четырнадцатого-пятнадцатого, то есть мы видим в этом ценность для компании. Если это ценность для компании, то эти расходы, они являются достаточно небольшими в сравнении с теми потенциальными преимуществами, которые Dragon Capital может получить, имея таких лояльных и высококвалифицированных специалистов, как в случае CFA Charter Holders. В нашей компании, наверное, одно из самых больших количеств таких сотрудников по Украине. Мы видим, как наши программы, программы лояльности, мотивационные, они делают так, что люди здесь встаются, это фактически становится их там уже не работа, а фактически как семья.